Виви говорит, выбирая литературное слово за место Можно наоборот его прочитать, типа, яух Аюх Юмика и Лин Ну, сейчас посмотрим на сумасшедшего, на сумасшедшего Лина Хотя вот вспомним Кэша, какой был контроль в финале против Хавка, помните? Сейчас будет возможность сравнить Так что там еще тейп появился Смогу мастер-класс как избавиться от ртовых зажимов и ментальных барьеров Да я думаю, что лучше как-то так Без Альтернативной медицины Обойдусь Харикен, да-да-да, тут Хотя на том турнире у него бана формально нет Потому что организация занимается Федерацией компьютерного спорта Москвы У меня был выбор Либо поставить под вопрос всю серию проведения турниров на нашей площадке Тогда бы игроки пострадали Либо, собственно, послушать их Ну и остановиться на банах тех мероприятий, которые организуем мы Я согласен, что после этого я получил опять порцию От принципиальных товарищей Критики Так и живем Пытаясь развить И при этом сохранить какую-то логику А тут выливают и вливают периодически Но больше поддерживают За это спасибо Юмика сразу против форсира Ну, понятное дело, что он не ставит экс Понятное дело, что он делает быструю Сравнительно быструю, не очень быстро Сначала был экспант, потом магическая вышка Его можно понять, с одной стороны, что Что не хочется терять в тайминге по второму герою С другой стороны, ему пришлось из-за неготовой магической вышки дольше бегать рабочим А юг переводится с китайского как зубтигра Так что можно говорить, Лига — это тигриного клыка Уау Тигриный клык Два Два тигриных клыка Все сходится За тебя Линь Линь Локс, это может стать мемом даже Неожиданная ассоциация Яркий образ Корейский прогеймер Линь Мы помним, что задача форсира Ну, конечно, типа Если получится подрезать, подкрепится Но самое главное — это харас Кэш нормально себя ощущал, даже с нулевым форсиром, но просто не выпуская Архмага с базы Здесь ситуация значительно лучше даже для Лина Он даже подрезает каких-то нейтралов При этом Архмаг не второй Добрые люди раздают ключи в чатике Спасибо, помощники Андердяк Все, Андердяк на прошлой трансляции скинул свою фотку И теперь у меня Это лицо, да, возникает каждый раз, когда я вижу никнейм Андердяк Турин выходит, привычным образом крепится Форсир, ну, возвращается потихонечку домой, потому что у него проблемы со здоровьем есть определенные И, наверное, он замазываться будет Плюс не очень безопасно бегать уже рядом из-за того, что там Монтон Кинг вышел И можно особенно ночью словить какой-нибудь молоток нехороший И потерять героя Пусть первого, но все равно жалко Гранди говорит, по правилам он китайской русской транскрипции Эйдж на конце Всегда читается мягкой, после твердой Эйдж в конце пишет Г, как Гонконг Не буду пытаться Очень Я не совсем понял, на самом деле, зачем Тут был Кристал Бол Если волки все равно рядом бегают Только, только второе О, там уже Пурдж И врывается Лин вообще ставил еще базу одновременно с этим Некто, представившийся, как Олег поддержал ваш канал на 10 головок чеснока и сообщает Микер, вернись в большой ваккрафт и покажи этому псевдоимператору и остальным, что такое глубокое понимание игры Глубокое понимание Глубокое понимание тебе не поможет тащить катки То есть оно поможет, но этого не хватит Мне нужно полгодика, годик для того, чтобы отжать хотя бы одну карту у текущих товарищей Которые, ну вот у текущих там, не знаю, шестерых людей Глубокое понимание Я не знаю, ты порекомендовала Про глубокое понимание сейчас Но спасибо тебе в необъективную веру в меня Это льстит, но катать я, конечно же, не буду Так, ну что у нас, Субимаска, третий Таурен, Лайтнинг Шилд еще дополнительный, который... Ну, да, можно оставить Одно из 50 Нет, я думаю, что одно из серий Ну, вот, спасибо, да, тоже Региль Да, и там, при условии, что они полгода эти играть не будут сами Вот, вот Да, я лучше не буду Даже, даже спорить не буду Все так, все так А то наоборот меня такие вещи могут... Не, не буду даже Все просто... Да, да Вы молодцы Макер не будет играть в паркат Хорошо Прибегаем в тайминговый магазин Оуу, а, все равно достроят, но больно Пока достраивали, двое умерли В это время фортификает вышка на экспанде Таурен в противоположной части карты Вообще Линн очень грамотно контролит ситуацию То есть он сейчас в трех местах Он сейчас на мэне в харассе Он сейчас на экспанде строит Он сейчас крепится Таурен Очень здорово Правда, вышку спалили И я думаю, что сейчас Юмико зайдет На экспанд Только чтобы эту вышку сбрить Хотя это будет стоить Времени ему Здравствуйте 450 маны Добрый день Смотрите Несмотря даже на то, что там вышка Юмико в двух шагах Он пошел крепиться А там еще нычка ставится Которую он, конечно, разведал, но Ну да, видимо, не хочет тратить время Понимает, что он Если он пойдет отменять экспанд То Что? Лин полностью контролирует ситуацию Он не докрепил Он не докрепил красную Даже не выбил артефакт Это очень хорошие итемы на МК И Юми сейчас в аппкепе Лин? 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 Astronaut Лин? А куда он полезет-то сейчас? На одну-две вышки? На Таурену, у которого полтысячи маны? Забейте это, без шансов. Сейчас единственный нормальный вариант. А, он уже вышел из лимита. Это типа затягивать и ставить экспо какой-нибудь. Не, он хочет сражаться просто на мейне. О, Грунцер, Грунцер, алло. Слоу, фокус. Виверну можно подрезать. О, это хороший вариант, минус 7 лимита. Правда, там вне позиции уже, и сзади Таурен влетает, нам этого не показывают. Не, сейчас показывают, показывают. Конечно. Рейдер, лолл, рейдер, сетку, рейдер. Лайтнинг щилд, Кадой, пошли вперед. Сеточка, Клэп. Клэп пока не особо жесткий. По двум, по трем юнитам максимум. А вот Таурен врывается хорошо, по четырем, по пятерым, по шестерым юнитам, включая героя. А где Лайтнинг щилд, я не могу понять. На Таурене где Лайтнинг щилд? О, поздновато, кстати. Стомп и Таурен. Не диспелим, присты полные маны, не диспелят Лайтнинг щилд, как сейчас диспелили. Ну, ТЦ без маны вообще. А ТЦ без маны это уже такой выработанный продукт. Надо сейчас его зарядить. Телепорт, а куда на мейн, интересно? Ааа, минус грунцер. По сути, сейчас Юмико нужно додавить, но я не знаю, как это сделать. Ааа, там пошли разводы вообще от Лины. Да, нормально. Что над теми кастерами рефламе? Он пока будет убирать эти борусы. Можно спокойненько побежать на мейн. Хотя армия не такая большая, чтобы там тоже урон серьезно нести. Да, возможно, он просто поподрезает подкрепу, повыигрывает время. Экспанта работает. Денежка идет. Сбегать на вражеский эксп, если не уверен, что там его нет. Левел 2, эндуррес. И все. Подрезает, подрезает. Терену жалко. Там МК уже к четвертому идет. Дирижабль. Прекрасная тема для того, чтобы небольшими силами сейчас попытаться... Ой, это минус... Этот может быть. Ой, какая закупка. Сразу видели? Зашел пошопиться. Форсир напоминает девушку какую-то, да? Которая просто... Зашла все скупила. Зашла за одним, скупила все остальное. Все слоты, которые были, забила. Свиток, свиток, свиток. Какой чайник шикарный. Как же Юмика терпит. На мейне он терпит. Ой, стом, стом, стом. О-о-о-о, ну я бы вышел. Рейдеры деконтролить. Ага. Класс. Форсиру не потерять. Убить двух рабочих еще. А даже телепорт не тратит. Что? Какая боль. Шамана забыл. А на экспанде что? Сколько у нас рабочих на экспанде? Здесь два, здесь тоже два. Ой, какая... А там военные базы работает. Класс. Успеет ведь. Тихо. А зачем? А, ради рабочих. Еще один, второй рабочий, третьего убить внизу. И четвертого, который выйдет сейчас. Ну покажите, черты. Ай, не тыкнул на рабочего. Вот. В результате двадцать лимит разницы. Боевого лимита, конечно, по... Ну, не такая большая разница, потому что рабочие подохли. ВД. Что он здесь забыл? Он хотел уплыть. Он хотел уплыть. Хотя орки выигрывают, странно. Да, шестьдесят семь. Причем у него там еще два свитка, посмотрите на предмет. Соби маска, два свитка, амулеты, инвул есть. И таурен, который движется к пятому уровню. Могут либо продолжать разводы, наверное, продолжать разводы лучше всего. Опять сплетишься. Юмика без телепорта еще выходит. Что это такое? Ну, понятное дело, что у него нет денег на телепорт, но у него сейчас тогда вообще не будет денег. Ужас что-то, Юми финансирует. Так что он делает. Немного, 99%. И линд не делает емуtail, но может ли он только его удовлетворяет. Что выпало? Когти плюс 12. Один грант шамана просто всю экономику шатает. Ну чего, ребят, давайте окружим его. Орузите внимание, что пилотш у него есть. Грейда 1-1. 70 лимитов в стиле рока мы играем. О, не, 80. Сейчас до 90 дойдем. До максимального лимита в Варкрафте. Так, в это время красную точку забирает. Там, скорее всего, будет пятый Таурен. Или не успеет. Не успеет. Да-да. Да. Да. Это очень хорошая вопрос, Римо. Чат, не отправь это в Флорентинвилл. Давайте узнать сначала. Как часто он убил работников, когда они строили что-то? Воркшоп не закончился. Ну, удается, по крайней мере, получить четвертого Маутан Кинга. Но это скорее... Вообще Лин мог там посражаться, у него все равно колоссальное преимущество по лимиту. Но, видимо, он решил, что надежнее получить где-то... Где-то пятый уровень Таурену. Неважно, там еще остались по центру точки. Еще красная справа, не уверен, что дочищена до конца. Так. ЛКГ говорит, продаю гудгейм недорого. Неплохо. Недорого. Гудгейм бесценен. Хорошая сеточка, раз-два, штрафует брейкеров. Непонятно, зачем остальные брейкеры сражались. Отличный Близзер, прекрасный Клэп. И сразу видит Таурена, который под инвизом пытается ворваться. Таурена так классно зонит, вы посмотрите. Он прорваться через... Да ладно, сейчас просто... А он может не успеть поражать. А, крест. Вот тебе крест. И сейчас Маутен Кинг врывается опять. Все красное под Близзардом. Нет, нет, надо валить. Надо валить. Нет, сейчас он Клэп делает минус. Один рейдер. Да. Ну, естественно, не стоит недооценивать. Уже там второй Близзард, второй Клэп. И если Таурен не может прорваться, то есть он ловит молоток, он стоит перед пятью брейкерами, которые просто подняли щиты и не пропускают. Пурш, пурш, пурш. Это типа мы так слоу снимаем, пурджем. Чертов мажор. Он так тоже делал, говорит, когда мы мелким. Мелким. Проверяет правый нижний угол, Лин. Какая-то игра, получается... Ну, понятно, что она все еще под контролем Лина. И уже с того момента, как вот начались разводы. И он ее сможет закончить тогда, когда захочет. То есть он выбирал, когда сейчас рожаться. Он выбирал, что нужно отступать. Право такого у Ямика даже нет. Начнем с того, что у него. Экономика плохая, телепорта нет. То есть любая такая ошибка серьезная будет стоить ему игры. Хома Имба, если даже топовый орк с плюс 20 лимит не может выиграть файт. Аналитика пошла. Что ты скажешь, когда Лин выиграет файт с одинаковым лимитом? Ну, или когда будет плюс 10. Да, можешь. Так можно варды переманивать чего-нибудь? В смысле possible? Это работает? Нет. Как ноу? А, айтемс. А, типа касты или айтемы. Не, я думаю, что это работает и на предметы тоже. Какая разница? Ты же Лайтнинг щил тоже из предмета кастуешь, можешь переманить. Это тоже заклинание, просто из предмет. По механике должно быть нормально. Смолвиль 120 играл через Таурена, Таурена, Стомпо, Стомпо, Телепорт делает опять. Ну нормально, съел чокадоем и убил одного брейкера и все. Нички работают. Зива Биг говорит, на айтемы не работает же. Ну как не работает? Проверял? Апгрейды пошли, да. Хорош. Всю карту выжирает. Выжирает Лин. Так. Волки забегают, как обычно, на базу, подхорашивают. Ой, Маунтан Кинг в Инвизе молотком встречает Таурена, шикарно. И Таурен опять на этих набрекерах бежит. Что ж такое? Сейчас будет инволом ловить молоток, смотрите, склинт. Нет, не склинт. Так, 70 на 86 лимита. Так. Ну чисто из-за убийства героев сейчас скажут эксперты в игру. Ой, минус форсир. Ой. Ой, нет, нет. Сейчас я живу. Что? Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Форсиры выкупаем, армия вся. Ну ладно, если ты так не можешь выиграть, иди в разводы. Виверну спаси... Ааааа. Не, ну слушайте, ну сам виноват. Черт. Таурен помогает Аурой и тому остальным. Увлекся немножечко. Спаси Виверну. О, подрезал. Вот, сейчас пошла орковская тема. Нет, на самом деле, если вы игрок уровня Лина, представьте себе, вы просыпаетесь. У вас там корейская тяночка, миллионерша, миллиардерша. Вот, и вы садитесь за комп, за орков покатать. Ну хорошо, настроение отличное. Вот. Чаще выигрываете, чем проигрываете. Все отлично. Вот. И у вас четыре базы. Нарисовали картинку, да? Четыре базы. Вы не проиграете. Вы просто не проиграете. Потому что, когда у вас вторая аура, противник не может вас просто убить. Вы начинаете, как Мун, играть в разводы. И все. Он к вам на базу, вы к нему на мейн. Только у вас этих баз три, а у него мейн один. Такой чат, конечно. Можно просто зачитываться. Там шутка на шутке. Так, ополченцы прибежали на базу оркам. Програбить надо, грабить, наверное. Там револьвер проявился. Сейчас, может, здесь. Корейские 80-летние стоят 20-килограммового тяночка. Ну, странный вкус у тебя, конечно. Я понимаю, что каждый для себя рисует приятную картину, но... Есть вещи, которыми не стоит делиться. Какой же там форсир бедовый. Еле-еле убегает опять. А почему Лин в разводы не играет? Вся армия просто с ЭПСом. Сорки такие, куда вы, куда вы. Сплтбрейкеры такие, все нормально. Все нормально. Ох. Близзард на Таурена на одного. Архмага ловит в сеточку. Таурен почти шестой, кстати. Без ТП, без инвула, без его. 50 лимит на 73. Не так быстро, котик. Ну, сетка откатилась уже, ну. Слава богу. Ополченцы. О, тут еще рабочий. Это, кстати, рабочий шестой уровень. Персоналка от ФСа сейчас шафтить будет. И минус Маг. Ну, как так? Как ему удалось победить? Шестой Таурен. Я бы вышел. Юмика тоже. Было несколько в этой игре таких страшных моментов, когда... Ух. Когда половина... Ну, большая часть армии орка под клэпом, сверху летит Близзард, форсир, например, мертвый, и орки пытаются отступить. Под слоу, под клэпом, красные все. Такие моменты можно как бы потерять всю армию. Линь-Винь. ЛКГ скинул в жену Лина. Но это не точно. Ему виднее. Старая фотка. То есть ты думаешь, что ей уже 80? Ой, ну, понятно. Что ты думаешь о этой левел-1 Близзард? Что там? Угу. Ничего, нормально у него все. Варкафт продолжает играть, так что... Все в порядке. Дилайл говорит, привет, выключай Гоука Б. Нам нужно думчански допройти. И сегодня еще чизгап вечером. Поэтому КБ, скорее всего... Свадьба в Казахстане еще... Такие вы вообще местами. Ну, просто представьте, что у человека может быть все хорошо. Он живет в стране, где все отлично с IT. Где у вас домашняя компания, не Ростелеком, а Самсунг. Он чемпион в варике. Да, заработал за карьеру больше всех, кроме Муна. Не знаю, сколько там сотен тысяч долларов. Пятьсот, шестьсот, семьсот. Ну и тут, как бы... 474 тысячи семьсот сорок баксов ЛКГ поправляет. Арчер говорит, странный, Ростелек. Привет, Арчер. Самсунг еще и провайдер. Нет, я просто взял такого рандомного айтишного, крупного. И там, и там. А у Муна 575. Да, неплохо. Плюс 101 тысяча 30 баксов. Почему нету плеера перемотки, вроде галочка стоит в бета-профиле. А мы там плеер обновляем. Мы пилим в перемотке еще низкую задержку. Не знаю, когда вам это сможем показать, но вполне вероятно, сфер... Да, и СКТ-провайдер же в Корее точно. Телеком. Ну, как Ростелеком, только стал от Кореи телеком. Только почему-то, когда говоришь Ростелеком, у тебя одни эмоции, а когда ты говоришь СКТ, телеком, совсем другие. Так работают ассоциации. Для меня Ростелеком, компания, которая за... Короче, в 20 раз увеличила косты на предоставляемые услуги нашей компании и сказала, что у вас есть месяц для того, чтобы перевести все оборудование из дата-центра. И ГГ в тот момент мог закрыться. И если бы не помощь двух товарищей. Ну, одного вы знаете, второй пожелал остаться неизвестным. Вот если у вас там экономика какая-то, да, там, доходы, расходы, и тот бах. Одна из основных статей вырастает 15-20 раз. Ну, а если кто-то работал с оборудованием, с размещением, с содами, то для того, чтобы просто стойку с оборудованием перевести куда-то, сделать техническое задание, чтобы согласовали выделение там адресов каналов и прочего. Месяца обычно не хватает для этого. Давно это было? Да, это было где-то два с половиной года назад. Если бы не Мантич и Линь. Да, мы, собственно, смотря игры Лина на это и вышли. Нет, ассоциация, конечно, была со СКТ-телеком. Которые активно киберспорт поддерживают, которые со Старкрафтом первым ассоциации классные. Вот. Вполне вероятно, как провайдер они не очень. Я не знаю. Может, и хорошие, может, плохие. Ну, я сужу просто на основе того, с чем сталкивался непосредственно. А, еще был опыт с Ростелекомом пользовательский. То есть ситуация была какая. Подвел интернет Ростелекомовский, не пользовался им, получил за неподключенный кабель счет, ну, там, за месяц, за два, за три. Остался неприятный остаток. Ну, осадочек такой. Ну, ничего страшного, все нормально. И одновременно с этим звонит менеджер, говорит о том, что, ой, в вашем доме, к сожалению, нельзя подключить это самое одного пользователя, потому что капасити уже полный. Вот. Давайте мы вас выключим. Вот, а его подключим. Я говорю, вы знаете, у меня там еще хвост висит за пару месяцев. Так-то, пожалуйста. Если я интернетом не пользовался, если вы уберете этот хвост, велкам, забирайте интернет, мне он не нужен. Говорит, да-да-да, конечно. Напишите, пожалуйста, письмо сюда. Я написал отказное. А потом через два месяца коллекторы пришли. Ну, такой вот у меня тоже опыт пользовательский с Ростелеком. Ну, не будем о грустном. Компания большая. Это true story. Вообще. Нет резоны никакого. Вот, ну пришлось заплатить, естественно. Зачем мне эти все звонки не нужны? Тем более, там сумма была какая-то смешная, но дело в принципе. Там набежало, я не знаю, за два-три месяца около тысячи, плюс коллекторы свои, там, проценты 50. Ну, то есть сравнительно немного, но неприятно. Что будет на этой карте, как вы думаете? Судя по всему, то же самое. Прорсера, который харасит. И выпадает прекрасный артефакт. Варды для форсера на старте, это просто шикарно. Полный контроль, особенно на такой маленькой карте. Прекрасно. Вас издастся, я не спорю с этим. То есть абсолютно... То есть это можно в суде попробовать доказать, но по сути да. Ну, я-то и не спорил с этим, что надо платить. Просто не хотел этого делать, но когда пришли и сказали, «Все нормально, только откажитесь, мы решим проблему и не решили». Вот тогда началась проблема. Вечером и пинг. Ишью, я не дочитал до конца. Слушайте, а у Yemik это фаст-грейт и поздний барак. Эрифлы? Эрифлы? Ты говорила, что в твоем книге 12-папер-балансе книге, который ты написал в Близзард? Я думаю, да. Хорошо. Варсфер, левел 2, перед вечером. Это не должно происходить. Не реально, нет. Также много больше волков с репеншем-потионом. Не, ну почему? Если там Хуман играет с одним футменом и не ставит задачу прокрепиться, то второй форсир, какая разница? Да, это рифлы просто. Это поздний барак, ранний грейт, то есть пораньше кастера и рифлы. Мне раз в месяц звонили, пока я социальный телефон не отключил и предлагали интернета селиком отключить. Я сейчас пользуюсь надбайнетом и резервный какой-то местный провайдер, разеленые точки. Вот. Ну, хорошо все. Я знаю где он. Ты могла его на кровати где-нибудь оставить. А, ты хочешь позвонить? Позвони мне, позвони. Ну, ничего. С другой стороны, у нас в стране интернет по соотношению цена-качество очень хороший по мировым меркам. Что особенно радует, учитывая размеры нашей необъятной родины. Потому что получить вполне реально в Москве, в Питере за какие-нибудь условные 300-400 рублей 100 плюс мегабит, это изи. Ну и спросите, кто... Если у вас вдруг есть знакомый немецкий друг, спросите, сколько у них стоит интернет. Ну вот в Чехии, у ЛКГ тоже есть из Чехии. Можно у него спросить, сколько стоит интернет. В Праге живет. Соби-маск второй раз, ему выпадает Соби-маск, то в рену классно. Ой, но здесь с другой стороны и большие... О, шафтит, шафтит, как царь! Видели, как добил? Ай, словил молоток, правда Повезло им, Ке тоже Сейчас спросят, почему нет Мне тоже любопытно Вот у Сокола типа 50 евро за какие-то несчастные 50 мегабит Кажется или 40 Очень нравится, как Лин делает разведку постоянно То есть он вовремя сплетит армию То есть у форсира своя роль Форсир как будто Блэйдмастер И чувствуется вот это внимание, которое уделяется ФСу Линовское внимание Которое до этого уделялось именно Блэйду То есть он повсюду Он делает разведку, он разводит волков Он харасит, он пытается подрезать При этом параллельно Таурен гнет свою линию и крепится 100 мегабит, 27 фунтов Тысяча рублей, 350 мегабит, плюс IP Матга Ну и Матга, да, это максимальный тариф, видимо ЛКГ-то ответил Последнее, что он поставил, это Пеку Видимо, у него интернет лагает Про Сайклер Казахстан Остана 550-200 Да, отлично Ай, промахнулся с томпом Он явно рассчитывал еще цепануть Архмага Вышли волки, сразу же сплит по волкам Чтобы не задиспеллили разом Диспелли от одного, а второго не достали Хорошо И экспант у Лина Лимиты сопоставимы Что форсир-то танкует лицом, не могу понять Да, у шаманов, к сожалению, маны нет И они не могут избавиться от этого элементаря второго Да, он по высшему уровню просто Возможно, если Торин будет третьим, то ему передадут маски Нельзя здесь сражаться Уже проигрывает Линд замес И он не может спокойно отступить из-за слоу Но он добивает грантов своим фс Есть гиг за 1500, но у меня харды не потянутся Такие торренты В смысле, SSD-шку берешь, конечно, подтянут Сейчас такие харды, ого-го Под два с половиной гигабайта в секунду могут записывать И читать А ты там гигабит и полтора А, да, один гигабит Надо брать, короче Открой для себя твердотелые накопители Жизнь поменяется сразу же Классно отзонил, смотрите Раз Оп, и нет магазина Надо Lightning Shield куда-нибудь в кучу закидывать, видимо, для того, чтобы Торин третий, стомп! Ну где ЛС? Где Lightning Shield? Алло! Блин, шаманы стоят Вот! А че так поздно-то, а? И диспул, одним диспулом все Клэп прекрасный Ой, волки появились прям в самой куче Диспул у престов заканчивается Форсирует, ой, в смысле Торин правда битый И телепорт Как же контроль-то нехорошо Ну падает Сорочка, Грант, Рабочий и Рифл Шаманы Ай, бегите, бегите! Ай, ты, ну как? Жалко шаман Убежит! Молоток надо Нельзя жалеть Молодец 42-51 Ну, Лин отобьется, и это в 2-0 просто И все И мы с вами попрощаемся до завтрашнего дня В рамках, ну, по этому турниру, по крайней мере Помните, что в 20-40 будет Cheese Cup О, под боком еще лагерь наемников шикарный Ой, с CrossSpeed и Архмак с телепортом придется О, Инвиз, Мак Колдун Таурен быстро бегает вокруг Стомп, хороший на двух героев, трех пристов Сейчас молоток, правда, получит Пытается Ой, Чайник, еще один стомп, шикарнейший И два тролля сзади На-ка, еще сейчас минус один приз, минус второй приз Красавчик Ну, Лин хорош Лин хорош ЛКГ Самый дешевый Ага, в долларах, да? Ну, и теперь он может убрать оттенки от магазина Это та самая шутка, когда смеешься только ты один А все вокруг осуждающие на тебя смотрят и расстраиваются И если она решила так пошутить, то, конечно Вопросы возникают, вопросы Так Плюс 10 лимита, но Хороший Чайник Порсир четвертый, это значит второй Чайник О, Грант врывается под Лайфинг Шелдом, тут же Диспол Куда ты бежишь, там красный Отличный стомп, еще один Эстин Вул Рифлы биты и умирают Чайник Все очень красный И скролл спид Побежали Пурч на Маутон Кинга, он откидывается клэпом Инвиз есть, инвиз использует Торин четвертый, вторая аура Да, а давить-то должен был Ямика И вроде как у него получалось, но Нет Лин проходит в четвертьфинал А Ямика, к сожалению, турнир покидает Да, толку Там у Таурена еще инвул есть здоровый Последний юнит, там шаманов полдюжины просто Полдюжины шаманов, стоят, им с руки бьют Куда бежать? Домой ГГ Все, друзья, молодцы Спасибо, что смотрели Я ненадолго отключусь А может не отключусь, сейчас посмотрю, что у нас по Не обновили, к сожалению, результаты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok